Приветствую вас, для начала давайте мы с вами попробуем определить, что представляет из себя ваш запрос. Вот именно в целом, что из себя представляет ваш запрос, жалобу, крик о помощи, а что? Вот по факту, если говорить, что представляет из себя ваш запрос. Это весьма важный момент, над которым вас я рекомендовал бы, как следует, поразмыслить. Потому что в зависимости от того, какой запрос у вас, в зависимости от того, какой контекст вашего запроса, в зависимости от этого уже можно будет говорить о, ну, о том, как вам можно помочь, что можно для вас сделать и так далее. Значит, если это крик о помощи, именно крик о помощи, то в этом случае можно говорить о том, что, ну, кризис, он бывает, в общем-то, у каждого, кризис бывает, в общем-то, у всех людей, и кризис, в общем-то, это нормально, кризис дает возможность сделать выводы относительно того, того, что в вашей жизни происходит, вот, и, собственно говоря, кризис помогает понять, что, собственно, не так, ну, в вашей жизни, что вас не устраивает, что вас не удовлетворяет, что можно было бы поменять, что нужно поменять, для чего, это, ну, для чего менять, какой целью менять и так далее. Если у вас просьба о помощи именно, то тогда правильным будет ответ, что вам трудно жить потому, что вы все время, без преувеличения, вы все время живете в кредитах. То есть вы все время живете как бы, ну, не по своим возможностям. вы все время живете как бы, не по своим способностям, вы все время живете как бы, надрывом. Вот так можно сказать. И именно поэтому вам тяжело, потому что то, что вокруг вас, не соответствует тому, что внутри вас. и для этого уникает сложности. Поэтому надо в обязательном порядке постараться увидеть, значит, как именно вы оказались в этом положении. как именно и почему вы, вы встали в этом положении. Как именно, почему для вас стало возможным такое состояние. И вот исходя из этого уже можно будет делать какие-то выводы. предположения и исходя из этого уже можно будет рекомендовать вам какие-то вещи, действия и так далее. Может быть, у вас родители так жили. Ну, просто вот жили, у вас родители вот так. Что кредит постоянно, все время. И естественно, вы точно будете так делать. Возможно, и другая ситуация. Возможно, и другой расклад. При котором ваши родители, наоборот, подавляли вас. Например, и вы как бы всю свою жизнь, всю свою жизнь бунтуете против них, против их подавления. А бунт это всегда в некоторой степени, ну, скажем так. Реакция психотическая. То есть направлена, направлена, направлена она. Не на адекватные достижения своих целей. Не на взрослые достижения своих целей. А именно на вот такие, знаете, как бы это сказать, да? Может быть, сиюминутные, вот так вот можно выразиться, да? Вот. Сиюминутные достижения ваших целей. Потому что по-другому свои желания вы удовлетворять не привыкли. Ну, не привыкли вы. А значит, соответственно, и не умеете. А значит, соответственно, и требовать от вас этого нельзя. Пока не будет научения. То есть, пока вы не научитесь этому. А научиться этому можно только отслеживая свои состояния. Свои эго-состояния, скажем так. И только через подобную работу над собой можно надеяться, можно ожидать, что что-то изменится, что-то станет по-другому для вас. Что-то будет развиваться по, ну, иному, значит, сценарию. Вот. К сожалению, какова реальность? Если же ваш вопрос это просто жалоба, то в таком случае, если это жалоба, то в таком случае я полагаю, что вы просто ищите поддержку. Поддерживающая терапия, она, в принципе, возможно, она, в принципе, применяется. Иногда она даже бывает эффективной в каких-то моментах. Вот. Но будет ли она эффективной, как бы это сказать, для вас, будет ли она эффективной для вашего случая? Если честно, я не знаю. Потому что нужно именно разбираться с вами. Нужно именно изучить то, что с вами произошло. Наконец, если говорить про мужа. Почему, как вы говорите, значит, так тяжело с ним жить? Потому что вы привыкли не обращать должного внимания на то, чего хотите вы. И привыкли вы к тому, что вам тяжело, что вам не по себе, что вам постоянно приходится расплачиваться за, ну, какие-то свои желания за какие-то свои стремления, за какие-то свои мысли, за какой-то свой выбор, за поступки. Понимаете? И поэтому вам тяжело. Но вы же, вы же этого мужчину выбрали себе, ну, в мужьях. Значит, вы на что-то, наверное, рассчитывали. Значит, вы чего-то же, наверное, хотели. Вы чего-то ожидали. Вопрос у меня к вам на самом деле такой только. Чего вы ожидали. Чем были обусловлены ваши ожидания. И как вы сами свои ожидания обеспечены. То есть, если мы говорим о поведении в семье, то получается, что либо вы своего мужа до конца не принимаете, ну, уже давно, может быть, изначально даже не принимали своего мужа до конца. Вот. Либо вы себя не принимали, опять же до конца изначально, либо вы были другой, старались, ну, я не знаю, старались ему, например, понравиться, вот. Хотели понравиться. Твоему мужу, вот. Ну, будущему мужу, да? Хотели понравиться. Вот. То есть, вариантов здесь на самом деле, ну, довольно много именно вариантов. Почему так получилось? Из-за чего так получилось? По какой причине вы вот так вот себя повели? И вот в такой ситуации оказались. У этого должны быть причины, причины. И эти причины, эти причины необходимо разобрать. Потому что они, эти причины важны. Важна ваша модель, если угодно, женского поведения. Важна модель, если угодно, вашего семейного поведения. Понимаете? Вот. Ну, важны, важны эти вещи. Очень важны. Как бы без них непонятно, в чем проблема. Но личная ответственность того, что у вас безусловно важна. То есть, личная ответственность, это однозначно, совершенно. Вы сами создали эту ситуацию. Вы сами, как бы, к ней пришли, к этой ситуации. И вы сами, вы сами в эту ситуацию оказались вовлечены. Почему? Вопрос интересный. Но ответа на него у меня нет, потому что с этим надо разбираться. Вот. И так, сперва идентифицируйте свой запрос. На что он? Какой он? И исходя из этого, уже будете дальше думать, что делать. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok